Здравствуйте, друзья мои! Сегодня 19 апреля. Сегодня Пасха. Я с утра как бы скинул ролик и поздравил с Васхой. И еще раз. Хорошие места можно по нескольку раз. Христос Васхи, дорогие мои. Ну, как всегда я говорю, визитная карточка. Визитная карточка голубятников. Это голуби в небе. Я их не могу не показывать вам, то, что я, в принципе, три года подряд каждый божий день вам показываю. И, надеюсь, очень многим, многим-многим помог то, что они видели, они поняли, что на самом деле голуби должны летать, что голуби умеют летать, голуби умеют выживать в небе. В общем, что эта птица создана как бы для лета, что это летуны, а не пешеходы. Это не собаки, понимаете? Это собаки должны по земле бегать, ходить. А голуби должны летать. В общем, ну, я сегодня такой вам удивительный вещь показываю. И, как говорится, есть такая хорошая поговорка, говорит, не было счастья, да, несчастья помогло, да? Ну, в тех годах, в моих роликах, я как бы показывал, что именно в этот день, день Пасхи, Красной Горки, вот эта дорога, там трамвайная остановка конечная, то есть люди на трамвае подъезжают до конечного, потом пешком идут до кладбища, туда там находятся наши кладбища. Ну, два года каждый раз я показывал, что тут в этот день была толпа людей, как на демонстрацию у нас люди шли. Понимаете, все шли на кладбищу, народу было полно, в общем, народу было полно, ну, сейчас видите, друзья мои, пустота, пустота, понимаете, пустота, самоизоляция, карантин, прививки. Ну, мы понимаем, что в нашей жизни все гениальные мысли, все гениальные мысли приходят именно в тот момент, в тот момент, когда человек, так грубо скажем, в заднице находится, когда ему хреново, вот он только тогда может понимать, что Арсамент тоже хреново, да? Ну, как бы, хочу привести про одного очень талантливого ученого, математика, был такой молодой ученый, Иварис Галлак, он был математиком, он не был воином. Ну, и как бы ему в то времена были такие, да, там, о-о-о-о, покрытие еще, сейчас потяну, покажу, о-о-о, о-о-о, да, значит, ему объявили дуэль, он прекрасно знал, что он не выживает после этого дуэля, его убьют во время дуэля, и за одну ночь он написал маленькую брошюрку, и эта маленькая брошюрка практически стала основой высшей математики, то есть за одну ночь в нужде человек совершил чудо. Ну, надеюсь, что до наших голубятников тоже дойдет вот эта мысль совершить чудо. Очень часто я всем моим близким, когда что-то делают, говорю, я говорю, дорогие мои, вот ты что-то делаешь против кого-то, да, там, кого-то хочешь наказывать, кого-то хочешь помочь, кого-то хочешь объяснять, ну, что-то хочешь сделать. А вот представь себя, то же самое делает в отношении тебя. Если тебе это нравится, в общем, да, то есть ты там выкинул окурку неправильно, да, там кто-то тебя за уши потянул, тебе это нравится, нет, но если тебя не нравится, значит, и тебя самому не надо кому-то за уши потянуть, что там кто-то окурок выкинул, да, то есть делать надо в том случае, когда тебе все это нравится. Теперь, дорогие мои голубятники, вам нравится сидеть дома, вам нравится сидеть заперти, вот просто вам нравится, а скоро еще вас будут пичкать, прививками, и никуда вы нахрен не денетесь. Вы станете очередными счетными баранами, как в советские времена, эти, да, там, на ушах баранов, этих коров, там, эти, клеймо стояло, вот такое, пломба стояла, номеровали, пронумеровали, в общем, то есть штучный товар был, вам нравится то, что происходит с вами, с нами происходит, вам это нравится, ведь тоже же, вот как вы решаете за ваших голубей, да, вот я решил, что мои голуби должны сидеть в Валерии, значит, они должны сидеть в Валерии, что их нельзя выпускать, я так решил, их нельзя выпускать, потому что я так решил, вот их надо прививать, потому что я так решил, как хозяин, да, в общем, я их прививаю, их надо кормить антибиотиками, я их кормлю, а вот свободу дать, правильно ли это, да, там, этого нельзя делать, потому что я так не хочу, ну, точнее, вы этого не хотите. Дорогие мои, а вам самим нравится, что вас сейчас загнали Валеры под названием дом, и никуда вы нахрен вы не должны выходить, вам это нравится, если вам это все нравится, значит, и голубей вашей Валерии нравится, а если вам это ужасно не терпится, значит, выпускайте этих голубей, вам ограничили ваши свободы, почему, как, говорит, как это, да, говорит, Бог не Тимошка видит немножко, Бог видит, как мы поступаем с нашими младшими братьями, да, то же самое он сделает с нами, понимаете, и в этой жизни, дорогие мои, бояться надо ни коронавируса, ни Трампа, ни Путина, ни Меркел, ни того, ни другое, бояться надо Всевышнего, и бояться надо самого себя, потому что только Всевышний вам накажет, и вы сами себя накажете. Теперь вот такой гениальный мысль, а не пора ли нам дать свободу наших голубей? Не пора? Мне сегодня один из ребят тоже позвонил, вот у меня стало очень много голубей, по твоим советам, вот это, да, там, что с ними делать? Я говорю, гонять. Слышал, как? Я говорю, а зачем ты их развел? Может, кому-то отдать, кому-то продать? Я говорю, слышь, твои голуби никому не нужны, они нужны тебе. Ты их развел, ты их и гоняй. То есть ты получил как бы еще так, да, ты научился, научился только правильное содержание, так, частично правильного содержания голубей. То есть правильное содержание голубей, это, в первую очередь, лед. Если у тебя нету леда, если птица сидит в аллере, если ты их боишься выпускать, это еще неправильное содержание. Ну, может, содержание в том плане, что убираешься правильно, кормишь там правильно, поищешь правильно, всего-навсего. А 50% все равно неправильно, потому что птица-то твоя, все равно не летит. А если не летит, уже неправильно содержание. Значит, это уже не голуби, а заключенные. Заключенные, понимаете, в общем, и вот, посмотрим, найдем чудиков. Эх, чудиков не найдем, друзья мои, вообще ни одного. Вот они, чудики, привыкшие к свободе. Двух вижу, вот они, сейчас потяну. Ну, вы видели, я даже на паузу не поставил, я зашел, голуби один. Вот одна, вот, двух, вот один. Вот один, 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 еще второй где-то рядом был. Настолько про, не брызжу, друзья мои. Они, вот они, вот они, вот еще и тут есть. Вот еще и тут есть. Ну, все. Поэтому, дорогие мои, даю вам гениальную мысль, гениальную мысль. Я еще раз говорю, все гениальные мысли люди поняли. Люди приходили тогда, когда они сами оказались в трудной ситуации. Вот сравните ваша самоизоляция, ваша неопределенность жизненная, это, да, там, период. Сейчас мы живем в неопределенном жизненном периоде. Сейчас за нас, за нас, за мир, решают хренево, знает кто. Трамп может за нас решать. Там, этот может решать, тот может решать, понимаете. Не мы за себя можем решать, понимаете. Мас уже, нас уже сравнили с баранами, понимаете. Меня в том числе, я не отличаюсь. То, что я это все понимаю, это я понимаю. По одного моего понимания, это очень мало, понимаете. Надо, чтобы все понимали, понимаете. То есть, посмотрите, правильно ли с нами поступают правительства, мировое правительство, которое миром правит, это всеми правит, понимаете. Правильно ли нами поступают. Вот скоро 9 мая, да, вы знаете, 9 мая я выезжаю, выпускаю. Друзья мои, а как у нас в этом году получится? Получится нам, нормальным голубятникам, тем, которые могут выехать, выпустить ради своих предков, которые там выпускали, да, там, читаем уважение моих дедов, ваших дедов. Я как-то радуюсь. А получится ли, сможем ли мы это делать? И почему кто-то нас должен чем-то ограничить? В чем-то? Эпидемия коронавируса, да ну нахрен. Да вы что, с ума сошли? Дорогие мои, посмотрите, сколько от поножовчей, от поножовчей в мире умирает. И сколько от этого коронавируса в мире людей умерло. Сколько от рака, от сахарного диабета, от пневмонии, от туберкулеза, от того другого умерло. Там нету эпидемии. Там не пандемия. Люди каждую, каждую, каждую секунду в мире умирают. Это не это, да. А вдруг появился что-то. А появилось то, что у нас говорят. А виросальм уже херня. А ласу-то уже херня. А вот есть дороже, а есть лучше, а есть голландский. Есть такое, есть такое, есть такое. Ребят, не говорите, что не надо не прививать ни в коем случае. Вы что, совсем с дуба рухнули. Какая-то прививка. Есть организм, он сам должен бороться. Понимаете? Нам не говорят, дорогие мои, средний возраст поумирающихся, 73,8, 72,8 лет. Да столько, блин, не живут сейчас. Столько люди не живут. 72, 73 года не живут уже средне. А смертные стоят, да, да, да. А может это просто сделано для того, чтобы остальных пенсионеров убирать? Может еще и такой вариант? Как вы думаете? Но все же это точно правильно. Все же это неправильно, что с нами, блядь, вот так поступают. А я думаю, мы заслуживаем этого. А почему мы заслуживаем? Извиняюсь за мою это, да, там, грубый разговор. Да потому что, блядь, мы точно так же поступаем с другими. С этими святыми птичками. Кто нам такое право дал? И исправляться есть у каждого. У каждого. Понимаете? Каждый из нас может воспринимать смысл этих слов, которые я сейчас сказал, да? А может не воспринимать. Скажет, да, 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 ну нахрен этого Гагика. Он совсем параноик. Понимаете? А другой кто-то может понимать. Ну, надеюсь, что все-таки над человеком вер берет всегда разум, а не глупость. Удачи всем. С праздником всем. Христос воскрес, дорогие мои.